Кутылская библиотечная система включает в себя 10 библиотек. Центральная на Кузнецово в 2019 году стала модельной. Масштабный ремонт был проведен в рамках нацпроекта «Культура». Здесь, помимо книг, есть доступ к электронным изданиям, а сенсорные панели позволяют читателям ориентироваться в выборе нужной литературы. В прошлом году модельной стала и детская библиотека на Карла Маркса. Впереди у нас будет скоро работа уже над бюджетом 2024 года лета. Мы все время говорим об этом. На что депутатам обратить внимание, на какие именно филиалы, где требуется ремонт, где может какая-то еще поддержка. Поддержка действительно требуется на фоне новеньких библиотек. В центре города филиалы на окраинах и в микрорайонах выглядят не просто устаревшими, а обветшалыми и даже аварийными. Во втором филиале остро стоит вопрос ремонта. Библиотека на 46-м. Там вообще вопрос о здании, так как здание заваливается на дорогу у нас получается, и трещины идут внутри здания. На Доки требует библиотека ремонта, на Виноградова библиотека ремонта. Почти в каждом филиале. Еще одна проблема библиотечной системы – комплектование книгами, шагать в ногу со временем и пополнять фонды бестселлерами, за которыми люди точно пойдут, часто не получается. Мы не можем купить хороших книг в библиотеке во все, скомплектовать так, как нам бы хотелось. Суммы не хватает на комплектование, потому что эта вот сумма, 300 тысяч, она уже несколько десятилетий, даже, наверное, в неизменном виде остается. Больше половины поступлений в фонд – это пожертвования от горожан. Между тем, от библиотек сегодня ждут не только выполнения их привычной роли. Помимо выдачи книг, в обязанность работников входит проведение культурных мероприятий, акций, которые привлекали бы сюда людей. Но старые проблемы с появлением новых обязанностей никуда не исчезли. Вопросы ремонта и возможности пополнения фондов теперь будут обсуждаться местными парламентариями при формировании городского бюджета. Продолжение следует...